Днепропетровская область остается под ежедневным огнем российской армии. Серьезно страдает Никопольский район. В целом там уже разрушено более 5000 инфраструктурных объектов. Основная их часть это дома горожан. Путинские солдаты не прекращают обстреливать Никополь из артиллерии, атакуют город дронами Камикадзе, но вопреки опасности многие жители не покидают свои дома. Чтобы в них можно было проживать и дальше, коммунальщики проводят ремонт поврежденных зданий. О восстановлении Никополя далее в нашем сюжете. Я только успела в дом вбежать, как громыхнёт. Я и села. Супруг в гараже. Мы оба присели, выскочили на улицу. Здесь пыль, ничего не видно. Ольга Ивановна вспоминает мощный российский обстрел, который оккупанты совершили в ноябре. Тогда снаряд попал в дом её кумы Валентины. Разрушен верх там полностью. Даже кирпичи. И тот парни докладывали. Вражеский снаряд прилетел прямо в крышу. Валентину спасло лишь то, что в момент попадания её не было дома. Ударом снесло крышу, обвалило потолок, вышибло окна и разрушило одну стену. Была трещина, и комиссия сказала, что её проще убрать. Парни убрали окна, а кирпич разобрали с улицы. Потом валили. Месяц строители восстанавливали разрушенное россиянами жильё. Опять возвели выбитую стену, вставили окна, поменяли потолок и заново поставили крышу. Валентина пока живёт у родственников, ведь здание всё ещё остаётся без отопления. Признаётся, сама починить дом не смогла бы. Во дворе соседского дома до сих пор лежит битый шейфер, а окна закрыты фанерой и плёнкой. Это жильё Оксаны. И оно тоже пострадало от взрыва. Женщина рассказывает, ещё утром здесь шумели строителям, чинили крышу. Ну, они сняли шейфер и вот бельяшки налепили, не знаю, как они называются. Сказали, дождь, и всё, и слезли. Думала, не будет никого. Ну, пришли, снег шёл, потом дождь шёл, но они залезли. Да, работали. Парни пообещали перекрыть крышу до Нового года. Однако всё зависит от условий безопасности и погоды. Сейчас в Никополе строители работают без выходных. Восстанавливают после обстрелов повреждённые жилища местных. В городе российская армия разрушила почти 4 тысячи частных домов. Увеличиваем количество бригад, потому что погодные условия не позволяют работать так, как хотелось бы. Чтобы очередь не росла именно повреждённых домов, увеличиваем количество бригад. На сегодня где-то около 30 зданий в работе. На сегодня в Никополе отстроено уже более 200 домовладений. В следующем году такие работы планируют продолжать. С этой целью в городском бюджете были заложены средства. На ликвидацию практически 18 миллионов. И около 30 миллионов – это резервный фонд. На всякий случай, если что случится. Даже несмотря на ежедневные обстрелы и разрушения, восстановление необходимо, объясняют в Горсовете. Ведь в городе остаётся более 50 тысяч человек. Не покинула свой дом и Ольга. Считайте 25 домов. Вот это всё пустует. Пять или шесть домов. Вот это приехали. Там пусто, там пусто. Там один живёт. И до конца пусто кругом. Те, кто остаётся в городе, называют себя старожилами. Делятся. В случае обстрела именно они вызывают экстренные службы и первыми приходят на помощь соседям. Мы два раза пострадали. У нас не сильно. Крыша только. К соседу в огород первый снаряд прилетел. 3 апреля. А второй – через месяц. Как я брошу свой дом, в котором прожила столько лет. Это вы, молодёжь, не понимаете. А нам, старикам, очень тяжело расставаться со всем нажитым. А ещё никопольчане уверены, что город живёт, пока в нём остаётся люди. Сами горожане без родного Никополя не могут. Хотя за эту верность платят порой здоровьем и даже жизнями. Вследствие российских обстрелов погибло 35 местных. Ещё свыше 200 человек получили ранения.